Если, бывает, приходят ко мне на прием вдвоем, ну там муж с женой или там подруги, друзья, то кто-нибудь садится ждет, допустим, там разговариваем, второго собираем. Так вот, слыша хрусты, что-нибудь типа вот этих вот. Общественность делится на два лагеря, то есть кто-то говорит, что хрусты это добро, после них легче, после них так ух и прочее. То есть как хрустнешь, так сразу резкое облегчение, то есть ценят за быстроту и за эффективность. А кто-то говорит, что нет, это опасно, ты что, ты повреждаешь суставы. Так вот, будем разбираться. Во-первых, в самом по себе звуке нет ничего опасного, то есть это просто лопаются пузырьки воздуха вместе со смазкой. Две хрящевые поверхности, между ними жидкость и где-то там еще в суставе циркулирует газ. До тех пор, пока сустав движется, эта модель соблюдается. Как только сустав заблокирован, а блокируется он просто потому, что я вот сижу за компом, впялился в монитор и в течение часа постепенно за счет давления, смазка просто вытекает, она выдавливается. А так как хрящи они мягкие и они адаптируются под форму друг друга, смазка выдавливается в общем-то целиком. В отличие от каких-нибудь там металлических поверхностей, которые не могут быть притертыми. А хрящи очень даже могут, они специально такими созданы. Выдавилась смазка и теперь при попытке движения там идет уже такой легкий такой вакуум эффект. То есть более стабильно теперь стали суставные поверхности, потеряв в подвижности. Это нормальный такой физиологический эффект, мы им пользуемся. Как по-хорошему нужно из него выходить? Нужно мягонько размяться, по чуть-чуть увеличивая амплитуду движений, запустить туда смазку и в общем-то вот, пожалуйста, все восстановилось. Это должно делаться в разминке, это должно делаться в заминке после тренировок, должно делаться в утренней зарядке, ну и в общем все, что ЗОЖ нам вещает. Так вот, когда сустав заблокировался больше, чем на час, отсюда родилось правило раз в час обязательно двигаться, вот больше, чем на час, там уже идут немного другие процессы. Блокировка становится жестче, то есть сильнее они притягиваются друг к другу и звук после этого громче. Те, кто часто щелкают, те понимают, о чем я говорю. Поэтому примирим тех, кто говорит, что это зло, потому что это добро, если делать это аккуратно. Тех, кто говорит, что это стопроцентное добро, не такое уши добро, если приходится хрустеть постоянно, все-таки надо как-то поглубже этот вопрос решать. И все зависит в итоге от техники движений. Хотя механизм, он в общем-то физиологический. Если вы постоянно это делаете, значит есть та причина, которая заставляет вас постоянно это делать. Соответственно, эту причину надо убрать, иначе все остальное вы рано или поздно, ну, раздолбаете, как я объяснял на примере пальца. Когда мы убираем причину, в принципе необходимость хрустеть, она резко уменьшается, буквально за месяц. Вот я, допустим, когда-то хрустел своим телом, а сейчас изредка хрущу шею, но опять же, потому что я часто сижу за монитором, допустим, с видео работаю. Так вот, весь вопрос в том, насколько резко вы это делаете и под каким углом относительно самого сустава. То есть я, допустим, пальцы всегда вытягиваю вдоль и достаточно медленно, не дергаю. То же самое делаю с позвоночником. То есть, если вам кажется, что я, допустим, позвоночник вдоль дергаю, на самом деле, я перед этим его уже разогрел. Опять же, тот, кто лежит, он не ощущает это как рывок. Это со стороны так смотрится. И во всех суставах такой принцип. То есть, хотите хрустеть, вам желательно растягивать вдоль оси кости перпендикулярно поверхности самого суставного хряща. То есть, если, допустим, вот у меня палец, хрящи у него, ну, условно горизонтально, то значит и тяну я его вверх. Есть другие техники, но вот такая, я считаю, самая безопасная. Если вы, допустим, начинаете работать на излом, туда, там, сюда, на сторону и прочее, звук получается резче и вы повреждаете не то, что хрящей, ничего с ним не случится, вы повреждаете связки вокруг и мышцы свои вы приучаете к суставной разболтанности. Мышцы к этому приучать нельзя. Они еще и сопротивляются, но если они, не дай бог, приучатся, вы получите нестабильность, это значит, вам придется хрустеть до конца жизни. Поэтому, в принципе, и говорят, что хруст вреден, то есть, вы на него садитесь, подседаете, ну, как на наркотик, ну, легче же, легче, а то, что через час заблокировалось, да какая разница.